Здравствуйте, ребята! Сегодня вторник, а значит время программы Умняшки. Сегодня мы поговорим про электричество. Ребята, что вы знаете про электричество? Что это такое? Это то, которое дает смотреть телевизор. Что такое еще, Полина? Что такое еще электричество? Это что? Для чего нам нужно электричество? Чтобы телефон включать. Чтобы что еще включать? Разные электроприборы нужны? Да. Электричество помогает нам смотреть телевизор, сушить волосы, взбивать тесто. Ребята, а давайте посмотрим, что же знают про электричество наши маленькие телезрители. Рубрика «Дети говорят». Электричество, когда мы телевизор смотрим. Чтобы в холодильнике свет был. Какие есть электроприборы дома? Телевизор. Резетка. Зарядный. Телевизор. Какие еще? Пульт. Холодильник. А почему нельзя трогать розетку руками? Может выскочить ток. Детям розетку трогать нельзя. Мне не разрешается. Папе, маме можно. Электричество – это электрический ток. Он находится в розетках. Он бежит, как река, по проводам. Только по реке бежит вода, а в розетке по проводам бегут маленькие частицы. Такие называются они электроны. Да, электрический ток. Скажите, ребята, а электричество бывает полезным, вредным? Какое электричество? Иногда полезным. Иногда полезным, иногда вредным. Вредным может быть электричество в каких случаях? Потому что он может дарить кого-нибудь током. Полина, а можно ли трогать розетки, электроприборы самим? Нет. Нет, нельзя, да? Скажи, пожалуйста, Вика, а кто может включать вилку в розетку, например, телевизор? Ты можешь сама включать? Нет. А кто может? Мама. Только взрослая, да? А почему нельзя дотрагиваться до электроприборов и до розеток? Леша? Потому что они могут ударить током. К розеткам мы не подходим, да? Если что-то нужно включить в розетку, то просим об этом родителей, маму или папу. Правильно, ребята? Нет. Поэтому мы знаем, что электричество может быть либо полезным, когда мы пользуемся им, чтобы включить утюг, фен, телевизор, а может быть вредным. Электричество может очень сильно жалить, кусать. При правильном обращении с электричеством оно помогает работать различным электроприбором. Давайте узнаем у вас, что вы знаете про электроприборы, какие они бывают и что работает от электричества. Игрушка какая-нибудь. Что еще? Маша, какие еще электроприборы у тебя есть дома? Телевизор. Телефон. Утюг. Телефон. Утюг, да? Вот у Вики в руках утюжок, держи Вика. Что еще? Телефон, клавиатура. Полина, а что у тебя в руках? Фен. Фен, да? Нет. А для чего нужен фен? Чтобы волосы. Чтобы сушить волосы, да? Нужен фен. А как он работает? От чего он работает? От электричества. Он работает от электричества, да? Только помним, что сами в розетку мы электроприборы не включаем. Стиральная машина. Стиральная машина, да? Она как бы сама стирает, сама отжимает, но для того, чтобы она работала, перед этим нужно ее включить в розетку. Да, ребята? Да. А вот, например, игрушки на батарейках. Такие интересные, веселые, которые очень любят дети, да? Как они работают? С помощью чего? Батареек. С помощью батареек. А батарейки это тоже такое маленькое электричество, только оно безопасное, да? До батареек мы можем дотрагиваться. Только чтобы работали игрушки на батарейках, нужно правильно их разместить. Давайте посмотрим, как это правильно сделать. На батарейках написано плюс и минус, да? Точно такие же плюсики и минусики есть здесь у нас, да? Смотрим, где минус, где плюс. Так и вставляем батарейку. Одну. Плюс к минусу вторую. Так. И плюс к минусу третью. И что тогда произойдет? Игрушка будет работать, да? Вот такое полезное электричество, да? Кто гав-гав говорит? Собака. Выбираем цифру 4. Ура! У нас все получилось. Электричество может быть полезным, когда оно помогает работать с различным электроприбором, а может быть вредным. Розетки и электроприборы детям трогать запрещается. Смотрите программу «Умняшки». Пока-пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!